Марин Марина, не плачь! Марин, Марина, не плачь! Индустрия Подземки шумные вперед стремятся Индустрия И днем, и ночью кипит работа Индустрия 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 И днем, и ночью кипит работа Постараюсь вкратце рассказать о том, как я пришла на эстраду. Хотя прошло уже пять лет. Вначале я никогда в жизни не думала о том, что я буду петь на эстраде. Хотя всегда мечтала быть артисткой. И артисткой знаменитой. Это мечта моего детства. Приехала в Москву поступать в театральный институт. Туда я была не принята. Я не хочу сейчас об этом распространяться, потому что я об этом много говорила уже везде. Везде это освещалось. После этого я поступила в ПТУ на строителя, чтобы учиться год, закончить с красным дипломом и на следующий год опять поступать. Так как вечерами мне было нечем заняться, я решила свой досуг как-нибудь использовать для себя с интересом. Не просто слоняться по улицам или с кем-то встречаться, а заняться каким-то интересным делом. И этим делом оказалось пение в рок-группе. Я пришла в группу, которую впоследствии мы назвали группа Браво. И пела там пять лет. ПТУ я так и не закончила из-за этого, поэтому у меня ничего не оставалось больше, кроме того, как петь. Вы не боитесь, что сейчас, покинув группу Браво, у вас упадет и популярность? Вы знаете, в жизни, конечно, очень многого люди боятся всегда. Вот. Я не хочу сказать, что я такая смелая, что ничего не боюсь. Безусловно, я чего-то, конечно же, где-то боюсь. Но я в себе это убиваю. Убиваю не насильно, а естественным способом. Для того, чтобы ничего не бояться, надо работать. И делать то, во что ты веришь. Вы стародная певица, но я знаю, что вы учитесь в музыкальном училище, но в народном отделении. Как это связать? Я считаю, что искусство тогда глубоко, когда оно черпает какие-то глубины из народного творчества. Любого. Музыкального, поэтического, разных жанров, живописи, разнообразного. Но поступила я туда не только потому, что я так считала, потому что я особенно тогда не философствовала на эту тему. Это сейчас я... У меня есть время подумать, я иногда думаю об этом. Вот. А просто потому, что я любила русскую народную музыку и русский фольклор. Именно фольклор, а не то, что нам долгие годы, и не только нам, а многих, значит, слушателей, потчевали псевдо-такой конъюнктурно-самоварно-матрешечный какое-то искусство. Даже искусством это трудно назвать. Безусловно, есть, конечно, замечательные исполнители и разнообразные ансамбли народных инструментов, которые выполняют это с большим успехом, по-настоящему искренне. Но большинство, к сожалению, и это уже не скроешь, это видно не только мне, как где-то, может быть, профессионалу в этом плане, но и другим людям. Я думаю, что к этому надо относиться более искренне, тогда это будет по-настоящему. Я к этому отношусь искренне, изучаю народное творчество, хотя в свое время педагог по народному творчеству стояла мне двойки, говорила, что я пою эстраду, эту расхлястанную эстраду отвратительную, и на меня смотреть страшно. То я с этим, то я с тем, то я с косичками, то я еще с чем-то. А надо изучать настоящее народное творчество. Я с ней, конечно, полностью согласна, но не настолько фанатична, я думаю. В любом случае, изучение русской классической музыки мне дало какие-то знания, и я ко многому пришла. Если хотите, я могу вкратце рассказать. Например, вся мировая рок-музыка долгое время была под влиянием негритянских ритмов. Негры первые придумали джаз, рок-н-ролл, естественно, из этого вытекает, и далее разнообразные течения в рок-музыке. Я хочу показать всей мировой рок-культуре и общественности, что русская ритмика ни в коем мире не уступает негритянской. При этом склоняя голову, конечно, перед неграми, моими любимыми. Но, однако же, вот вышла такая реформа. Я не знаю, что у меня получится. Почему восточные страны могут, допустим, вот одна из певиц из Израиля, допустим, она может какие-то свои, значит, народные корни, из народных глубин черпать, а мы не можем. Почему-то мы все время смотрим, значит, на западные образцы. Жанна, экстравагантность – это самый простой и в то же время верный способ завоевать симпатии и привлечь внимание зрителей. Вот не считаете ли вы, что вы пошли по наименьшему пути сопротивления? Я не хочу возвращаться назад и говорить о том, как мне было это вначале тяжело, когда, значит, мне говорили, в чем это вы выходите, сейчас будем снимать, а вы что-то на себя нахлобучили, такое, все девушки в модном выступают, все в одинаковых прическах, а вы вот так вот. Что это вы здесь, это самое? Я не хочу к этому возвращаться, и я считаю, что это не очень легкий путь, и даже в данный период времени, хотя многие, значит, произошли какие-то прогрессивные перемены. Вот. Но я бы хотела только пожелать всем и всегда, оставаться всегда оригинальным, если на это у него есть внутренние какие-то причины, если он на самом деле такой. Ведь это всегда видно, когда человек пытается это делать, кому-то подражать или пытается быть оригинальным, и когда он на самом деле такой. Это видно всегда, люди, хотя они где-то, может быть, и не разбираются, но они сердцем всегда это почувствуют. Вот. Так что я к этому отношусь вполне уже со сложившимся каким-то мнением. И я останусь такой. Жанна, расскажите, с кем вы сейчас работаете? Ну, они просили их имен не называть, значит, по той причине, что, значит, один уехал, значит, на встречу в Америку со своим товарищем индейцем. Значит, двое пашут огород сейчас, один ремонтирует свой дельтаплан. Значит, они просили просто их имен не называть. Жанна, я знаю, что вы вернулись из Италии, расскажите о ваших гастролях. Я бы всем, конечно, пожелала съездить в Италию. Это первое мое пожелание. Я думаю, что оно вскоре выполнится. Кто захочет, тот поедет. Вот. Я была там второй раз. Первый раз, значит, я была с группой «Браво». Второй раз я была уже в новом качестве. Я довольна поездкой. Довольна, потому что, значит, мне там вручили медаль. Не за отвагу, конечно. Просто молодые отцы города вручили мне медаль. За что я не буду говорить, пусть зритель сам подумает. Вот. Кроме того, там выполнили замечательные плакаты. Выступали мы с большим успехом. Все газеты отзывались о нас очень хорошо. Единственное, что меня обидело, что меня назвали «Восточной Мадонной». Я немножко обиделась. Как же так? Они не знают моей реформы. Вы собираетесь выпускать новую ссорную пластинку? Безусловно, собираюсь. Только вот я еще не решила, где ее выпускать. Сейчас очень модно выпускать за рубежом пластинку. Вот. Но иногда они слишком много требуют. Петь по-английски. Вот. И так далее. Хотя я их тоже понимаю. Это коммерческое дело. И их надо тоже понять. Вот. И поэтому я сейчас в некотором раздумии. Или я буду выпускать в Советском Союзе пластинку, или за рубежом. Скажите, а какие вам мужчины больше нравятся? Такие же импульсивные, такие же экстравагантные, такие же легкие, как вы? Или более скрытные, более спокойные? Вы знаете, по этому поводу, вот, я настолько сильно была занята реформой, что... О мужчинах не задумывались. Вы знаете, пока нет. Я еще пока не определилась. Это надо увидеть сразу. И тогда что-то распространяться об этом. Какие нравятся, какие не нравятся. Я об этом не хотела бы здесь. Спасибо, Жанна.